Масленица Масленица Возрождение исконно русских традиций. Масленичные гуляния – самые масштабные и яркие. Национальные костюмы, сарафаны и косоворотки, песни, пляски, игры. Современный праздник помогает вспомнить целый пласт народных обычаев. В этом году возможность узнать больше о своей стране и ее традициях получили студенты алтайских вузов. Молодежный масленичный флешмоб. На телеканале «Катунь-24» прошел конкурс для студентов двух городов – Бийска и Барнаула. В этом празднике он взорвался фейерверком разных идей. Очень много было планов, очень много идей и практически 99% удалось осуществить. Какие-то проекты мы чуть-чуть попробовали, какие-то проекты полностью удались. Но я думаю, что в следующем году, когда будет юбилей масленицы, десятилетие, мы все проекты, которые сегодня попробовали, они у нас расцветут пышным цветом. Два города, три команды, четыре этапа. Все это – молодежный масленичный флешмоб. Студенты научились делать традиционные обрядовые маски Хари, узнали, как печь блины, а также поняли, что русский народный танец – это стильно и современно. По итогам каждого этапа студенты демонстрировали получившиеся результаты в социальных сетях, а пользователи интернета выбирали лучшую команду. Участники познакомились с фольклорными коллективами Алтая. В Бийске, например, свою группу поддержки усилили «Козой» от Театра куклы-великаны. С ней фотографировались, пекли блины и даже катали на эскалаторе. В Барнауле студентам классического университета помогали ансамбль «Вечерки» и участники ансамбля русского танца «Огоньки». А как блинок-то принимать? Помните, парни? Конечно! С поклоном и уважением! Студентам технического университета узнать больше о традициях помог Центр традиционной русской культуры «Песнохорки». Они рассказали, почему в старину тех, кто до масленицы не вступил в законный брак, водили по деревне с привязанным к ноге поленом. Я вот иногда думаю, вот эта частушка вроде на горе стоит избушка, глиною повязана, помазана. Там живет моя милая, за ногу привязана. Думаю, как это чехарда. А когда вот этот обряд, он выплыл, и стало понятно, почему она за ногу-то привязана. То есть это в этой частушке обряд позорения молодой девушки, потому что она замуж не вышла. Четыре недели продолжался масленичный марафон. По сумме этапов лучше признана команда «Сибиря» из Алтайского госуниверситета. Почетное второе место – убийских скоморохов. На третьем месте – огненный технарей из Барнаула. Но проигравших нет. Приз всем участникам – поездка на главную масленичную площадку Сибири в село Новотырышкино. Транспорт предоставлял один из главных организаторов праздника – компания «Сандуны». Ну вот студентам, видимо, хочется в этом, им нравится в этом всем участвовать. На подъем легкие ребята. Флешмоб, флешмоб, экскурсия, экскурсия. А вот это что? А вот это что? Задать какие-то вопросы, на которые даже иной раз и теряешься найти ответ. Но все, что касается масленичных каких-то традиций, забав, все спрашивают, все им рассказываешь. Видно, что у них это откладывается. И очень хорошо, что им это интересно. Сейчас мы идем отдыхать, есть блины, пить горячий чай, согреваться, проводить веселое время. Но на самом деле впечатление прям вау! Как говорится, нет слов, одни эмоции. Кочевали они, как и аромат блинов, в этот день по всему сибирскому подворью. Это ярмарочная площадь. Ремесленники, назовем их так, предлагали свои товары. Мед, пуховые шали и платки, свиристели, дудки и много выпечки. Пряник сувенирный, медово-имфирный, подходите, покупайте. Но все-таки большим спросом на ярмарки пользовались сувениры, символы сибирской масленицы. Скажите, сколько у вас вот такой вот мишка стоит? Такой мишка стоит тысячу рублей. Но для вас через праздник бесплатно. Вот что значит щедрость русской души. Здесь же на ярмарочной площади проводили игры, ковали подковы, танцевали, пели. Настоящая русская масленица. Чудо-юдо, отзовись, нам на праздник появись! Гвоздь программы – чудо-юдо-рыбаки. Он стал одной из главных достопримечательностей праздника и местом паломничества охотников за оригинальной фотографией. Гостям праздника подарили уникальную возможность прокатиться на печке знаменитого Емели и пообщаться с волшебной щукой. А-а-а! Раз, давай! Мы должны сделать все ошибки только потому, чтобы понять, из-за чего мы их должны были делать. А-а-а! Это мудрость народная! Привычка отмечать масленицу на сибирском подворье для многих стала доброй семейной традицией. Мы вообще каждый год посвящаем праздники, эти нам очень нравятся. Замечательная программа, весело, интересно и взрослому детям. В потоке гостей мелькают павлопосадские платки, сарафаны, шутки. По дорожкам подворья, как по подиуму, модницы красовали своими нарядами. А я подготовилась, нашла костюм, чтобы присутствовать в таком празднике. Это приятно выглядеть так и несложно было найти. В выходные на сибирском подворье прошли зрелищные соревнования, собирающие многотысячные трибуны ипподрома Сибири. Участники – лучшие скакуны и рысаки России. Постоянные гости сибирской масленицы говорят, что именно зрелищный конно-спортивный праздник делает проводы зимы в Белокурихе самым ярким народным гулянием на тысячи верст в округе. Вот все кони практически сейчас на ипподроме соревнуются. А вот ты здесь у нас стоишь, скучаешь, вот скажи, вот почему вот так это произошло? Ответ мы все-таки узнали. Бабочка, так зовут нашу героиню, сегодня порхала, но не на ипподроме, а на площадке, где катала гостей, как взрослых, так и детей. Еще одна забава – масленичный столб. Настоящий 12-метровый, тщательно выструганный. Одна из главных масленичных забав – это покорение столба. Победителя наверху ждут подарки в списке уже около 200 человек и только мужчины, ни одной женщины, хотя в прошлом году женщина одна была. Но в этом, скорее всего, ею буду я. Попробую. Молодец, молодец. Итак, у нас здесь 32 килограмма гиря, и у нас есть сейчас… Нет, не женское это дело, не женское. В отличие от меня были и счастливчики. Первый ловкач добрался до верхушки с помощью резиновых сапог и выиграл швейную машинку. Трофей подарит маме. А тем временем на главной сцене зазвучала музыка и стартовал один из главных номеров праздника – «Медвежий флешмоб». Вот где пригодились те танцевальные движения, которые выучили студенты в ходе конкурса. Посмотреть на масленичные забавы приезжает со всех уголков страны. Главные звезды праздника – медведи. Я сама этот костюмчик сшила, и медведя зовут Виталиночка. Я его не Машенька, а уже тетя Маша. Дрессированные, танцующие скоро здесь выберут лучшего косолапого. А пока мишки развлекают гостей и не прочь полакомиться чем-нибудь вкусным. Обычно на масленицу медведей кормили блинами. Первый блин комом. Не зря не комом, а комом, потому что медведи звали комоедами. У меня сегодня есть блинчик. Держи. Вкусно? Вкусно. Еще как вкусно. Гости праздника съели несколько десятков тысяч блинов, выпили сотни литров чая. На праздники выбрали и самое красивое чучело масленицы. Оно отправится в музей. Остальные по традиции сошли. Ну что, гори, гори, ясно! Что мы не боимся? Сибирское подворье. Главная точка развития зимнего событийного туризма на Алтае. В этом году эта площадка курорта Белокуриха-2 в девятый раз собрала 30 тысяч гостей со всех уголков России. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Такой показатель говорит о новом витке развития событийного туризма на Алтае. Масленица – это центр нашего событийного туризма в зимнее время. Конец зимы, в преддверии весны. Смотрите, какое прекрасное небо, какое солнце, какое замечательное настроение. У многих тысяч людей, которые здесь, на площадке сибирского подворья, с масленицей у нас самые добрые ассоциации традиционные. За возможностью прикоснуться к русским традициям туристы едут со всех уголков страны. 2017 год – юбилейный для сибирской масленицы. Десятилетие обещают отметить с особым размахом. Подтверждая, Алтайский край – это больше, чем туристический центр России. Это еще и место этнографического туризма, где каждый узнает много интересного о своей стране, о традициях русского народа. Субтитры создавал DimaTorzok